В настоящее время дискриминации по религиозному признаку уже подвергаются люди в странах, где особенно сильны позиции антикультистов. Подобные законы в ваше время уже внедряются в России, современной Германии, Франции и других странах относительно представителей религиозных меньшинств, кого антикультисты заклеймили адептами татарных сект. Эти люди подвергаются гонениям, обыскам. Их насильственно заставляют отказываться от своих взглядов. Их лишают свободы, помещают в трудовые лагеря. Заметьте, а ведь подобного рода дискриминация людей, заклейменных сектантами в вашем современном обществе, уже прямо сейчас воспринимается как что-то вполне логичное и даже естественное. В основном эти люди остаются предоставлены сами себе, и защитой их интересов занимаются только сами эти религиозные движения, кого антикультисты сделали своей мишенью. Образ секты доминирует в головах людей над простыми человеческими качествами, над совестью, над сопереживанием чужой беде. Если вы видите подобное в своем сознании, то знайте, вы — потенциальная жертва Геннеза. Напомню вам в этом отношении выражение, которое очень точно отражает ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Сначала они пришли за социалистами, и я молчал, потому что я не был социалистом. Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал, потому что я не был евреем. Затем они пришли за мной, и не осталось никого, чтобы говорить за меня. Запомните, сначала вы становитесь молчаливым соучастником преступления, а потом и его жертвой.